Продолжаем вас знакомить с жилым комплексом, который располагается в спальном районе. Тоже уже будет сданный комплекс, в котором проходит ипотека. Мы с вами находимся на Донском переулке, микрорайон Донская, центрального Сочи. По соседству у нас вот эти вот позначные объекты, три капитана, прохладная долина, трехэтажечки со статусом жилого помещения. А сегодня мы будем с вами рассматривать вот этот вот построенный комплекс, который называется Меридиан. Кстати говоря, тоже этот комплекс я начинал освещать еще с самого начала своей карьеры. И тоже мне интересно было посмотреть этап строительства, который уже давно, кстати, сдан. Вот, и уже остатки здесь квартиры в основном перепродажи. Вот такой вот восьмиэтажный с подземным паркингом дом со статусом квартиры, комфорт-класса. Обратите сразу внимание, что заезд здесь по шлагбауму, то есть есть определенный пульт у каждого владельца. И, соответственно, есть гостевая парковка. Ну, в общем, посмотрите, дом действительно очень качественный. Не просто вот, знаете, бетоном залитый, как это делают многие из застройщиков эконом-класса. А здесь прям положили хороший вот этот камень, да, тротуарный. Огородили хорошим забором с подсветкой. В общем, здесь у нас, получается, вон там игровая площадка и наверняка есть детская игровая площадка. Сейчас я еще здесь первый раз нахожусь уже в этом сданном доме. И мы с вами посмотрим. Вообще, микрорайон Донская очень пользуется хорошим спросом среди местного населения, так как здесь вся инфраструктура есть для школы, садика, для жизни, в общем, да. Итак, смотрите, спортивная небольшая площадка. И вот здесь вот территория детской игровой зоны, смотрите, с деревьями. То есть застройщик сохранил, так сказать, зеленую зону. Сетевой магазин, магнит, автобус, вы видите, вот там проезжает. Все это в шаговой доступности. И мы сейчас с вами посмотрим буквально пять вариантов квартир. Самый интересный, на мой взгляд, и по цене, и по качеству. Качество дома, конечно, меня радует на первый взгляд. Посмотрим, как он выглядит внутри. Я еще там не был. Ливневочки. В общем, смотрите, сразу бросается в глаза у нас здесь специальная вот эта вот станция на отключение дизельный генератор. Ну и, соответственно, вход. Есть коммерческое помещение на первом этаже. Пойдемте посмотрим, как он выглядит. Вот так вот встречает у нас меридиан, как вы видите, да. Первое впечатление действительно качественное дом. Хорошая отделка. Вторая у нас группа, лестничный марш. Вот видите, стеклянные такие ограждения красивые. И здесь есть также грузовой лифт. Ну, сейчас ребята тут, вы видите, убираются, потому что поднимают строительные материалы. Керамогранит, посмотрите, какой красивый. Ну, а мы с вами поднимаемся чуть выше. Смотрим, какая здесь отделка. Отделка вот такой декоративной штукатурки интересной. Панорамное остекление. Смотрите, вот такой вот у нас получается лестничный марш. На каждом этаже у нас такие циферки, два. Ну, и вот он, в принципе, обычный коридор. Начинаю с первого жилого этажа. Кстати, марки Климан хороший лифт. Такой же лифт стоит у нас в жилом комплексе Альба. Итак, дамы и господа, давайте посмотрим несколько вариантов, которые уверен, что вам понравится. Этот дом действительно комфорт хорошего класса. Мне уже он нравится. Так, мы с вами поднялись на третий этаж. Смотрите, отделка внутри, получается, коридора, она достаточно скромная. Ну, обычная штукатурка уже такая и эконом-плитка. Но хорошо хотя бы двери одного типа. То есть, нормальные, менять их не нужно будет. Начнем, пожалуй, с самой такой вот маленькой студии, которая у нас имеет площадь 26,7 квадратных метра. Она стоит 3 миллиона 742 тысячи рублей. То есть, 140 за квадратный метр. Выше, конечно, такие есть. Но мы начинали, так сказать, с самого простого варианта. Все коммуникации уже здесь подключены. Есть доплата за газ 150 тысяч рублей. Вот здесь уже установлен газ. Газ уже запущен. То есть, все коммуникации здесь функционируют. В эту же площадь входит вот такой вот скромненький небольшой балкончик. Ну, на котором все равно посидеть-то можно. Вот здесь вид даже, кстати, получается со второго этажа, с третьего, прошу прощения, на море. На высоком этаже будет, конечно, вид гораздо лучше. Жалко, ключи не взял. На восьмом этаже будет такая квартира стоить уже 3 миллиона 850 тысяч. Рекомендую, если маленький бюджет у вас и маленькой площадью вас устроят, то вид там, конечно, будет круче. Лучше доплатить. Разница, тем более, здесь совершенно небольшая. 100 тысяч рублей. Но вид будет гораздо лучше. Если бы я знал, что это видовая будет квартира, все-таки взял бы ключ и показал бы вам, как есть. Ипотека здесь все проходит. Ребят, площадь большая, но судите, нравится ли вам эта квартира, только вам. Потому что такой площадью 57 квадратных метров в основном могут похвастаться жилые комплексы в полноценной двухкомнатной квартире. Но здесь получается максимум полторашка. Давайте все по этапу, все вам расскажу. Смотрите, входная группа. Здесь выделен уже, так сказать, санузел с окошком. Это, конечно, огромный плюс. Здесь можно сделать небольшую гардеробную. И вот, смотрите, получается у нас 3 окна, но при этом одна комната будет угловая. Так как у нас здесь стояк коммуникации и также здесь газовый котел, подразумеваем, что здесь будет типа кухня, здесь типа гостиной и выход на балкон, который мы вернемся позже. А вот это у нас, получается, здесь спальная комната. Вид здесь, конечно, прикольный. Мы его посмотрим, наверное, с большого, огромной лоджии, которая здесь есть. Ну, вот, получается, видите, пространство, кухня-гостиная. А вот теперь смотрите сюда. Смотрите, какой огромный здесь, получается, балконище. Я думаю, что стеклить его дадут, не дадут, я точно не могу вам сказать. Вот, но то, что многим хочется, знаете, вот такую вот иметь, типа террасы, да, чтобы можно было здесь поставить ротанговую мебель, чай, кофе пить и наслаждаться видом на море, который здесь открывается очень хорошо. Вы, конечно же, с широкого угла на видео не увидите всей этой красоты, но вид хороший здесь есть на море. Также обратите внимание, вот, пожалуйста, здание школы, то есть там вот футбольное есть небольшое поле. Надеюсь, у нас с верхних этажей еще будет тоже вид интересный, и там, возможно, будет получше видно. То есть школа здесь прям, вот, можно сказать, у подножия этого дома. То есть дойти буквально 3 минуты. То есть для жизни этот комплекс отлично подходит. Итак, 120 тысяч за квадратный метр, 6 миллионов 850 тысяч рублей. То есть вот такая вот квартира по 120 тысяч за квадрат, но, правда, это с учетом, ребят, вот этого большого балкона, такой лоджии. В общем, если вот понравится эта квартира, то 120 тысяч за квадрат, я считаю, оптимальным вариантом, нежели, к примеру, там 140, это маленькая площадь. К сожалению, вот такие цены для сданного дома в ипотеку, это новая реальность для Сочи. Пойдемте смотреть следующий вариант. Ну вот, смотрите, как он выглядит, лифт марки Климанс, разговаривает. Ну, его обшили, конечно, чтобы его не угадить. Управляющая компания уже здесь работает, видите. Она даже отвечает вам, на какой этаж вы понимаете. Мы поднялись на 8 этаж. В 8 этаже, блин, квартира закрыта. Мы поднялись с вами уже на 9 этаж. Давайте я вам покажу вот такую однушечку. Однушечка площадью от 35,6 квадратных метра. Она имеет балкон, сейчас мы его посмотрим. То есть коммуникации вы видите, это крайний, получается, уже этаж. Вид у нас, получается, на вот эту вот прилегающую территорию, а также вот такой скучный вид на старые панельки. Но что делать, если в этом уже, так сказать, районе уже все практически застроено и земли не хватает для новых каких-то строек. Поэтому вот такая вот картина в противоположную сторону. Не такая уж радужная, но зато есть определенный плюс. Это цена 126 за квадрат. 4 миллиона 500 тысяч рублей, я считаю, это адекватной ценой для центра, для Донской, и, в принципе, с такого качества дом нормальный, я считаю. Следующая квартира будет 38 квадратов по 124 тысячи рублей. Эта квартира угловая, тоже имеет балкон, не выделен здесь санузел, то есть маленькое окошко подразумевается для санузла. Если быть точным, 38,5 квадратных метров. Вот это однозначно у нас спальная, то есть окно, спальную комнату, как в предыдущем варианте у нас вид, высокие потолки, несмотря на вот этот ригель, здесь где-то высота 320, поэтому нормально. Ну а вот это получается под кухню, кухня-гостиная, ну как-то вот прям небольшая получается она, с вот таким вот балконом. Ну а с балкона вид есть боковой на море, ну зато 124 тысячи за квадрат, 4 миллиона 800 тысяч рублей данная квартира у нас стоит. Дамы и господа, зрители моего канала, я хочу, чтобы вы самостоятельно характеризовали этот дом. Впечатления у меня по качеству строительства, по отделке, в принципе, хорошие. Ну а по ценообразованию судить вам. Сейчас у нас стройки начинаются вот выше 100 тысяч за квадрат, при этом надо будет ждать пару лет, а здесь уже как бы готовый, изданный дом с подключенными коммуникациями, с газовым отоплением. В принципе, это не централизованное, которое вот отопление, вот в этих, к примеру, домах, это точно, да, оно дорогое. А здесь будет, в принципе, очень экономно, несмотря даже на то, что вот в маленькие квартиры, многие говорят, вот я прям не согласен, нахрена туда запихали вот этот газовый котел, который будет щелкать, мешать и так далее. Но, к сожалению, нельзя, знаете, выборочно в этом доме, допустим, в какую-то квартиру запихать газ, в какую-то не запихать. Поэтому с газовым отоплением, вот с такой реальностью, с заплатой 150 тысяч рублей в районе центрального Сочи, в спешей доступности до садика, школы, магазина. В общем, спальный район, который многие выбирают для жизни. Вот такое вот предложение, жилой комплекс Меридиан. Пожалуйста, смотрите, какой вид с балкона открывается вот с квартиры, которую мы с вами в последнем обзоре смотрели. Подписывайтесь на канал обязательно, звоните по телефону, который вы видели на экране, ну и оставляйте комментарии, очень важный комментарий по этому дому. Вот двоякое мнение, для кого-то уверен, что будет. Кому-то понравится район, кому-то не понравится. Очень сложно все за и против взвесить в данном районе. Так сказать, кому-то нравится жить, кому-то не нравится. Но все-таки надо вас знакомить с какими-то интересными предложениями, которые строились, особенно там с разрешением на полную этажность, по ФЗ-214 и так далее. А вот по соседству, кстати, расположен жилой комплекс 3 капитана. Один из корпусов уже сдан. И, возможно, если получится, я сниму тоже обзор на этот жилой комплекс. Желаю вам хорошего дня. Всем пока.